Привет, меня зовут Хатуна, мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах. В этом выпуске говорим о намерении властей установить в Грузии памятник царю Ираклию II и о том, почему столь на первый взгляд бытовой вопрос заслуживает нашего внимания. Прежде чем начать, прошу вас подписаться на наш канал и поддержать это видео лайком. Также напомню, что теперь вы можете поддержать независимую журналистику. В описании будет информация о том, куда можно отправить донаты совет. Ровно за два месяца до парламентских выборов премьер-министр Иракли Кувахидзе придумал, что стране с миллионом нерешенных проблем жизненно необходим еще один памятник выдающемуся грузинскому царю Ираклию II. Наш долг отдать должное истории Грузии всем героям, которые внесли особый вклад в развитие нашей страны и которые внесли особый вклад с точки зрения национальной и религиозной идентичности, монотонно объяснил замысел глава правительства. Благих намерений в инициативе премьера критики грузинской мечты не усмотрели, обнаружив лишь предвыборную манипуляцию. Дело в том, что у грузин есть одна национальная особенность. Мы очень гордимся своей историей. Эту особенность активно используют в собственных интересах политики. Например, Михаил Саакашвили во время президентства часто прибегал к образу царя-реформатора Давида Ахмашенебели, как бы намекая, смотрите, у нас с ним одни идеалы. Подобные аналогии между собой и Ираклием II проводит и действующая власть. Ираклий II – выдающийся правитель, стремившийся объединить разрозненные грузинские феодальные княжества, учредивший регулярную армию, занимавшийся заселением пустующих районов, ограничивавший права феодалов нормами закона. Впрочем, вместе с этим именно он подписал с Российской империи Георгиевский трактат, обернувшийся потерей грузинской государственности. Какая-то часть грузинского общества, безусловно, разделяет позицию профессора и советского диссидента Ливана Бердзанишвили. Впрочем, споры на эту тему, по мнению наблюдателей, подогреваются властью, эксплуатирующей образ Ираклия II. Если же говорить о том, как все было на самом деле, единственной ошибкой грузинского царя было то, что он поверил, будто империя способна следовать договоренностям. Они, между прочим, обещали сохранить за Грузией самостоятельность, а за царской семьей – правление. Лишь внешнеполитические устремления в обмен на защиту в случае войны предполагалось согласовывать с Российской империей. Если бы грузинская мечта перестала заниматься манипуляциями и попыталась экстраполировать опыт прошлого на текущее событие, сдается мне, Грузия бы не дрейфовала в сторону Российской Федерации. В описании я оставлю ссылку на наш спецпроект «Георгиевский трактат. Предательство империи». Кстати, мы уже на новом адресе. Ищите нас на www.sovanews.tv Субтитры создавал DimaTorzok